Здравствуйте, дорогие братья и сестры! На библейский портал XGED пришел вопрос. Я воцерковился, а мой друг и партнер по бизнесу остался безбожником. Моя христианская проповедь его раздражает. Что мне делать? Ни в коем случае не навязываться. Проповедуйте делом. Не тащите его куда-никуда, не заставляйте. Он знает, что вы уверовали. Когда его душа созреет для того, чтобы задать вопросы Господу, он обязательно обратится к вам. Если вы будете на него давить, скорее всего, вы разрушите свое общее дело. Не надо. Просто молитесь за него дома. Являйте ему красоту преображенного церковью человека. И дальше уже, когда его воля дорастет до того, чтобы потянуться к Господу, обязательно он скажет, ну что же я раньше-то не замечал, что мой друг, оказывается, живет этой настоящей жизнью, а я все жил какую-то другую. Я проходил это. Разумеется, не в бизнесе, я не бизнесмен. Я проходил это со своими друзьями, которые по школе, которые воцерковились значительно после меня. Мы с ними встречались, мы с ними общались, мы с ними ездили в какие-то путешествия, катались на велосипедах или что-то делали, но были вещи, которые они допускали в своей жизни, которые для меня, как для христианина, были неприемлемы. Они знали вот эти вещи без Феди. Это с ним, а вот это он не пойдет с нами. Совершенно спокойно к этому относились. Я не давил на них. Я просто поступил в семинарии, я за них молился. И большинство из них как-то сами собой, вы знаете, вот так вот, сами собой, они пришли к вере. Поэтому здесь надо просто подождать. Вы проповедуете, семечко веры упало в душу этого человека, а когда оно взрастет, зависит уже от благодати Божией и от самого человека. Не торопите события. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо. 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 Спасибо.